Похоже, настало время осуществить истинное предназначение обзоров. Рассказать про такие игры, в которые зритель, скорее всего, никогда не станет играть сам. Хотите посмотреть, как выглядел самый первый в истории 3D-шутер? А вот так! Ну, разумеется, про первый 3D-шутер было сказано ради красного столбца. И все-таки, как мне кажется, мы имеем дело с игрой, которая должна занять место во всевозможных игровых музеях наравне с Wolfenstein 3D. Да, ни для кого уже давно не секрет, что Wolfenstein 3D не был первым 3D-шутером в истории, и более того, он не был первым даже у самих id Software. И для поклонников id Software тоже совсем не новость, что у Wolfenstein 3D есть забытый предок. Но у Вольфа есть не только папа, не только дедушка, но еще и прадедушка. И мы имеем дело даже не с одной игрой, а с целой серией. 1991 год. В это время id Software – это буквально машина, работающая на пицце и пиве. Молодой компании, основанной всего два месяца назад, нужно зарабатывать деньги, делать игры быстро и много. Джон Кармак, который до этого создал плавную прокрутку экрана в видеорежиме EGA, готовит новый прорыв. Его задача – создать движок, который позволял бы более-менее быстро отрисовывать трехмерную графику, пусть и с очень большим количеством допущений. В условиях крайне слабого железа, самым лучшим вариантом стала технология Raycasting. Впервые новый движок был обкатан в Hover Tank. Впрочем, это скорее технологическая демка, нежели полноценная игра. Движок нуждался в текстурах, что и было реализовано в следующей версии. Вот с этим уже можно было работать. Первым серьезным результатом стала игра Catacomb 3D. Однако id Software посчитали эту игру недостаточно крутой и поэтому сразу занялись следующей версией, уже под гораздо более продвинутый видеорежим VGA, из чего в будущем и появился легендарный Wolfenstein 3D. А вот старый движок с 16-цветной палитрой id Software отдали своим корешам из Gamer's Edge. На этом движке Gamer's Edge создали еще 3 продолжения Catacomb 3D, которые значатся под серией Catacomb Adventures. С учетом того, каким монстром был Wolfenstein 3D, а вскоре еще и появился Титан в лице Doom, серия Catacomb, естественно, была обречена на забвение. Часто встречается мнение, что заслужено. Мол, Catacomb во всем была хуже Wolfenstein 3D. Не без этого, конечно, но все картины это не описывает. Весьма интересно, что мнения насчет этой серии довольно неоднородные, причем это может наблюдаться даже у одного человека, например у меня. Что говорит о том, что с этими играми все отнюдь не так просто. Начнем, пожалуй, с самого начала. Забавно, что в 91 и 92 годах технология Raycasting была самым лучшим компромиссом, чтобы, хоть и ограничено, но достаточно быстро рисовать трехмерную графику. Но если использовать эту технологию в наши дни, на современных разрешениях, то она становится очень требовательной к ресурсам. Экран делится на вертикальные полоски, каждая шириной в пиксель, и для каждой полоски рассчитывается расстояние до ближайшей стены. На основании этого расстояния рассчитывается высота вертикальной линии, соответствующая участку стены на данной полосе. И, наконец, эта линия рисуется на экране. Спрайты же ни на какие полоски не разделяются и просто масштабируются целиком, в зависимости от расстояния. В общем, как видите, количество математических операций максимально ограничено, чтобы компьютер успевал выполнять их с достаточной скоростью. На примере Hover Tank видно, что для полноценной игры этого недостаточно. Монотонный геймплей, монотонные уровни — неинтересно. Но даже если бы и софтвер разнообразили геймплей, движок все равно нуждался в доработке. И вот в усовершенствованной версии вместо пустых цветных линий уже бралась соответствующая полосочка текстуры стены, которая тоже масштабировалась на основании расстояния от игрока и отрисовывалась на этой соответствующей вертикальной полоске экрана. И никакого вертикального движения, чтобы не обсчитывать перспективу еще и по вертикали. Теперь движок созрел для полноценной игры. Ребята из id Software были эталонными задротами, прямо-таки из палаты Мир Весов. Ну, как задротами. Ромеро носил хайр, как рок-звезда, и легко клеил девчонок. А с Кармаком вообще лучше было не шутить, потому что дзюдоист. И все же, как настоящие задроты, ребята любили играть в Dungeons & Dragons. А Кармак был у них самым настоящим Dungeon Master. Вообще-то гейммастер, но кожа и масло все делают лучше, согласитесь. Эти посиделки стали, без шуток, основой многих будущих игр, и не только от id Software. Например, Ромеро использовал их не только в своей Дайкатана, но и когда продюсировал игры от Raven Software. До основания id Software имел место короткий период, который можно назвать эпохой сольного творчества. Кармак и Ромеро, уже будучи коллегами и друзьями, все еще делали игры поодиночке. Ромеро сделал первого опасного Дэйва, ну а Кармак впервые воплотил в коде посиделки их веселой компании в ДНД. Так получились игры Catacomb и Catacomb 2. Это были данжен-кроулеры, в которых вы сражались с монстрами, подбирали ключи и переходили на следующий уровень. Вторую часть даже трудно назвать полноценной второй частью, это просто новые уровни с более высокой сложностью. Все попробовавшие, в том числе и я, отмечают, что играется на удивление неплохо. Такого точно не ждешь от игры, которая выглядит вот так. Но это, пожалуй, и все, что можно сказать про эти игры. Пусть они не так плохи, как кажется, в них нет ничего примечательного, кроме того, что их сделал сам Джон Кармак. Или нет? Потому что именно эти игры были взяты за основу самого первого полноценного 3D-шутера от id Software. Вот так, тихо и без фамфар, произошла революция. Скорее всего, выбор на катакомб пал просто из-за того, что id Software необходимо было поскорее сделать новую игру, и они просто взяли старые наработки. И вот так катакомб стал 3D. Именно так, через дефис. 3D. Во-первых, чтобы было понятно, что это катакомб 3. А во-вторых, еще и 3D. Чтобы вы, дебилы, поняли, с каким прорывом имеете дело. Между прочим, очень выгодная покупка. В меню еще можно поиграть в понк, так что у нас тут две игры по цене одной. Согласитесь, игра от id Software узнается моментально. Узнается характерный до тех лет стиль Адриана Кармака, который не красил кожу персонажей в телесный цвет, а оставлял ее белой. Узнается та самая рожа главного героя в статус-баре. Узнаются текстуры стен, даже характерный внешний вид монстров. Совершенно все, буквально все, что было в ранних катакомб, перешло в новую трехмерную часть. Мы играем за волшебника, который, как понятно из названия, ходит по катакомбам, стреляет в монстров фаерболами, собирает ключи и переходит на следующий уровень. Можно было подбирать лечебные зелья и носить их с собой, чтобы воспользоваться в любой удобный момент. Базовые фаерболы не требовали ни маны, ни зарядов. Можно было удерживать клавишу и заряжать выстрел, чтобы жахнуло посильнее. А еще можно было подбирать заклинания, которые стреляют либо в очереди фаерболов, либо веером вокруг игрока. Можно было разрушать стены, чтобы найти тайник. Да, вы уже заметили, что здесь нет дверей, движок их вообще не предусматривал. Неудивительно, это доскональный перенос катакомб в трехмерную перспективу. Еще одной характерной чертой, по которой можно узнать игру id Software, стал дизайн уровней. Джону Ромеро не помешало бы написать учебник или дать подробный мастер-класс по тому, как делать крутые карты. Потому что, ей богу, этот чувак с роскошным хайером стал одним из столпов сотворения в 90-е, благодаря которым шутеры получались такими классными. В данном случае, конечно, преувеличивать не стоит, и катакомб 3D точно не является сотрясателем устоев. Но меня всегда удивляло, что в таких ограниченных условиях, когда все однообразно, без мини-карты, только вонючий компас, Ромеро и Холл смогли сделать уровни так, что на них можно было нормально ориентироваться. Как мы увидим в будущем, это очень важно. Во многом именно благодаря этому грамотному левел-дизайну, катакомб 3D остается вполне приличной игрой и по сей день. Потому что в остальном, эта игра вызывает довольно неуютное чувство пустоты. В конце концов, еще предыдущие части не блистали разнообразием. Но это еще можно было простить игре, которую делал один человек. Ну а плот усилий целой команды явно должен был иметь больше контента. Катакомб 3D выглядел весьма многообещающе, и игрок подсознательно ждал большего. Тем не менее, мы действительно лицезреем революцию. Пусть и не первый 3D экшен, но уж точно первый действительно играбельный. Уж не знаю, был ли хоть какой-то спрос на эту игру, но в тот момент серии было суждено продолжиться. Похоже, что серия катакомб никогда не имела ценности для самих id Software, потому что они так и не вспоминали о ней впоследствии. Они отдали движок компании Gamers Edge, где сами работали раньше, и занялись новыми проектами. Отныне продолжение серии катакомб стало делом Gamers Edge. Не скрою, я подступался к серии катакомб Adventures с некоторым трепетом, даже предвкушением. В конце концов, EGA эпоха в 3D шутерах пролетела стремительно и незаметно, и было бы очень интересно посмотреть, каким бы получился Wolfenstein 3D в 16 цветах. Gamers Edge изначально было названием игрового журнала, который распространялся на дискетах. Когда компания переключилась на разработку и издание игр, то это прошлое дало о себе знать, и игры сопровождались таким вот своеобразным электронным буклетом, где были инструкции, карты уровней и реклама других игр. Мне кажется, это очень милая особенность. Возможно, потому что эту фишку сохранили id Software, и там послание игрокам писал сам Джон Ромеро. Первое, что бросилось в глаза, а точнее в уши, отсутствие музыки. В предыдущей катакомб 3D звучала клевая тема, одновременно расслабленная и угрожающая, будто опытный киллер вышел на очередное дело. Здесь же никакой музыки нет, и это довольно неприятно. Зато заморотились с тем, чтобы сделать звук шагов. И стоит отметить, что этот опыт всего лишь первое из многих странных, но забавных мелочей серии катакомб Adventures. Второе, что сразу замечает игрок, двери в движке так и не появились. Точнее, были сделаны какие-то рахитные варианты. Но первое, что увидит игрок, это то, что стены надо взрывать, чтобы пройти дальше. Разрушаемое окружение, это вообще-то прекрасно, но впечатление очень сильно смазывает то, что это, по сути, просто прикрытие недоработанности движка, которую так толком и не исправили. И все-таки катакомб Абис начиналось очень многообещающе. Первый уровень кладбища был оформлен как надо. И надгробия, и готические скульптуры, и разнообразные текстуры стен, и вылезающие из-под земли зомби, и полыхающие под раскаты грома неба. У 16-ти цветной палитры было свое очарование, если правильно ею пользоваться. Да и вообще, 16 цветов у спрайта одновременно, это уж точно не читая Nintendo Famicom, с ее спрайтами 8 на 8 и палитрой в 4 цвета на спрайт. Самой главной загадкой в движке катакомб и Вольфенштейн 3D для меня остается отсутствие миникарты. В игре Блейк Стоун она все же есть, но в режиме паузы. И на том спасибо. Но с большим трудом верится, что миникарта могла бы значительно повлиять на производительность игры. Однако разработчики катакомб Абис все же пошли на компромисс и расширили роль компаса, который был еще в катакомб 3D. У главного героя есть хрустальный шар, который по сути является радаром. Он показывает в какой стороне север, а также расположение врагов относительно игрока и даже зачем-то снаряды. Для него была придумана своеобразная геймплейная фишка. Если вы тщательно обыскиваете уровни, то будете находить драгоценные камни, которые позволят видеть на радаре все новые и новые типы врагов. И это очень полезно в условиях очень ограниченного звукового сопровождения, когда очередной зомби или скелет не будут орать, а просто вероломно нападут со спины. Возможно разработчики катакомб Абис считали, что обязательно должны сохранить характерные фишки серии, которые мы упоминали ранее, и досконально перенесли их в новую игру. Даже те, которые были не нужны с самого начала. Например, название локации, которые указываются в строке состояний. Зачем они нужны, не знаю. Возможно для атмосферности. То же самое касается и оружия. Все осталось по-прежнему. Простой выстрел, выстрел очередью и круговой выстрел. Разве что убрали возможность заряжать фаербол? Снова непонятно зачем. Честно говоря, обидно. Можно было добавить побольше заклинаний. А из нововведений здесь появились разрушаемые сундуки с бонусами. Очень приятно, знаете ли, лишить себя патронов после бурной перестрелки. Мнений по поводу серии катакомб Адвенчер на самом деле не так много, потому что это малоизвестные игры. Но они делятся строго на два лагеря. Либо это скучная серая посредственность, либо же ого, а ведь неплохо. И ничего посередине. Возможно это обусловлено тем, что серия катакомб Адвенчер на удивление неровная и не получается однозначно сказать, плохие ли это игры или хорошие. Катакомб Абис очень хорошо начинается, но примерно к последней трети начинает очень сильно проседать по дизайну. Уровни становятся однообразными и скучными, а бои превращаются в монотонную и надоедливую долбёжку по кнопке выстрела. Первой мыслью у каждого игрока неизбежно будет то, что однообразие и скудность, которые являются бичом серии катакомб Адвенчер, проистекают из технических ограничений. Всё-таки на старом движке всего 16 цветов, и звук там в лучшем случае Аделип, а не Саундбластер. На экране может быть меньше врагов, меньше объектов, ну и так далее. Словом, создаётся чувство, будто трёхмерные игры катакомб были обречены на то, чтобы остаться скучными и примитивными. Но насколько движок катакомб Адвенчер слабее, чем движок Вольфенштейн 3D? Иначе говоря, насколько сильно они отличаются друг от друга, кроме как по количеству цветов на экране? Эти движки устроены во многом одинаково. Карта представляет собой двухмерный массив, где отмечено расположение стен. Стены, которые идут горизонтально по массиву, рисуются тёмным цветом, а вертикальные рисуются светлым. Это, во-первых, не даёт стенам сливаться сплошное пятно, и, во-вторых, создаёт эффект освещения. Когда в движке появились текстуры, то в данных игры хранился светлый и тёмный вариант текстуры, подставляющийся соответственно. Главные отличия заметны сразу. В движке катакомб Адвенчерс нету дверей, нету поддержки подвижных стен, как в тайниках Вольфе, и враги всегда смотрят на игрока, никак не поворачиваясь в кадре. Нельзя сказать, что всё это могло бы серьёзно повлиять на качество карт. Отсутствие дверей не смертельно, разработчики всё же выкрутились, тайники можно прятать за разрушаемые стены, а то, что враг может повернуться к тебе спиной, то это было сделано позже, в Эльфенштейн 3D, когда он ещё планировался как стелс-экшен, чтобы можно было подкрасть к противнику. Стелс катакомб Адвенчерс уж точно никому не был нужен. И, как показало будущее, в Эльфенштейн 3D тоже. На самом деле, серьёзное отставание у катакомб Адвенчерс только одно – размер карт. А в Эльфенштейн 3D максимальный размер карты был 64 на 64 блока, а в трилогии катакомб Адвенчерс всё гораздо скромнее – 40 на 28 блоков. Но и это не могло служить оправданием тому, что последние уровни катакомб Абис стали скучноваты. 40 на 28 – это очень даже много. Ну ладно, если и немного, то уж точно вполне достаточно, чтобы сделать разветвлённую и разнообразную карту. Да и в конце концов, можно компенсировать количество качеством, делая небольшие, быстропроходящиеся, но всё же интересные карты. Как, между прочим, и поступали Джон Ромеро и Том Холл ещё в катакомб 3D. Ну уж при умелых-то руках, этот движок мог не только рисовать трёхмерные лабиринты с монстрами. Есть ли в Афенштейн 3D анимированные текстуры стен? А здесь они есть и смотрятся отлично. В катакомб Абис есть целый уровень в канализациях. В движке не отрисовываются пол и потолок, но с помощью анимированных текстур хорошо создана иллюзия, плещущаяся на полу воды. Если бы все уровни были сделаны с такой выдумкой, если бы на всех были так хорошо подобраны цвета, то я бы точно поставил катакомб выше Вольфенштейн. Потому что движок позволяет многое. Зомби вылезают из-под земли, тролли в канализации ныряют и прячутся от выстрелов, преследуя игрока, скелеты вылезают из стен. И вы начинаете нервничать, ещё когда видите их в текстурах. Отличная ведь идея. Ради справедливости ещё стоит упомянуть, что здесь есть телепорты, но эту фишку реализовала ещё команда Кармака и Ромеро. Больше всего меня впечатлили песочные часы. Если подобрать их, то время останавливается и двигаться может только игрок. Даже снаряды застывают на месте. Настоящий буллет тайм задолго до Макс Пейн. В теории можно настрелять снарядов нужного врага, а потом, когда действие часов кончится, все они полетят в цель. Но, увы, реализовано это криво. Как и во всех случаях в трилогии катакомб, всюду полумеры. Например, программист в первую очередь обратит внимание на то, что в игре есть видимые снаряды, которые должен отрисовывать движок. А значит, их количество на экране ограничено, и ты попросту не настреляешь больше отведённого лимита. Если бы эти часы можно было подбирать и носить с собой, как зелья, и если бы ты сам мог прерывать их действия, а не нудно ждать, вот тогда бы, смею предположить, трилогия Катакомб Адвенчурс могла бы потягаться с Вольфенштейн 3D. Эта фишка с остановкой времени является очень ярким примером неоднородности качества серии Катакомб Адвенчурс. Несмотря на мелкие недостатки, Катакомб Абис хорошо заявила о себе и оставила приятное впечатление. За счёт хороших и неожиданно оригинальных идей, она смогла компенсировать техническую отсталость, и самое главное заинтриговать игрока. Ведь если тут так много прикольных идей, то что же будет дальше? Всё-таки не так уж и плохо в то время было бы заполучить себе эдакий Вольфенштейн 3D, который не требователен к железу, да ещё и имеет любопытные фишки. Поэтому я с нетерпением взялся за вторую часть. Катакомб Армагеддон. Стоит сказать, что в таких случаях, когда имеет место преемственность движков, есть нечто интригующее. Я очень люблю то, что называют демейк, хотя таких игр исчезающе мало, и неудивительно. Куда чаще дело не идёт дальше прикольного видео, или в лучшем случае недоделанного мода. Но даже так, почему-то очень интересно взглянуть, как например выглядела бы вторая Half-Life на движке первой. Или как можно перенести GTA 4 на движок San Andreas. Мне хочется пошутить, что я просто уже старый. Когда старик видит другого старика, то он сразу испытывает к нему доверие, ведь это такой же старпёр. Но при таких переносах, в первую очередь, интересно увидеть, справится ли старый движок с новыми задачами, и сможет ли хотя бы частично передать величие оригинала. Это в своём роде расширение границ, потому что мы пытаемся таким образом заставить старую игру делать нечто несвойственное ей, то что в её время даже не предполагалось. И серия Catacombe Adventures как раз выглядит как своеобразный демейк Вольфенштейн 3D. Они делали нечто несвойственное шутерам той эпохи, а тогда их правда особо и не было. Естественно, мне хотелось увидеть, что же ещё придумываю в Gamer's Edge. Нуууу... Думаю по одному только этому, нууу... Вы уже всё поняли. Gamer's Edge ввели странную политику. Они делали не одну игру, а сразу целую трилогию и штамповали новые игры очень быстро. Зачем, не ясно. Может пытались так застолбить место на открывающемся рынке 3D-шутеров? Что ж, брать количеством было очень дурной затей. И это наглядно показало Catacombe Armageddon. Стала ли она технически хуже предыдущей части? Нет, это всё тот же движок. Однако Catacombe Armageddon унаследовала буквально все ошибки, допущенные прошлой игрой, но ничего хорошего при этом не привнесла. Какие ошибки могут совершать разработчики, когда создают на подобном движке игры? Самая первая и самая главная ошибка – это проклятый коричневый цвет. Действительно, эти два оттенка коричневого в палитре EGA настолько красивые, что обязательно надо покрасить ими все стены. А уровень назвать петарда в говозе. Странная тяга создателей игр к подземельям почему-то пришлась именно на тот период, когда эти самые подземелья лучше было не делать в силу технических ограничений. Да чего уж там, даже более совершенные шутеры потом почему-то испытывали невероятную страсть к оттенкам коричневого. Похоже, должно было смениться целое поколение разработчиков, чтобы избавиться от этой тенденции. Стоит отметить, кстати, что в японских играх, где была 16-ти цветная палитра, такого все же не наблюдалось. Увы, катакомб Армагеддон практически вся будет такой вот убого-однообразно-коричневый. Вторая ошибка – это использование узких проходов шириной в один блок. Пусть максимальный размер карты в катакомб меньше, чем в Вольфенштейн, это не настолько существенная разница, чтобы приходилось экономить. Сравните катакомб Армагеддон и более раннюю катакомб 3D, где дизайном уровней занимался Джон Ромеро. Скорее всего, в первую очередь у вас возникнет чувство пустоты. Понятное дело, здесь недостает декораций. Но еще Джон Ромеро старался не делать проходов шириной в один блок, потому что понимал, что узенькие коридорчики на таком движке попросту дезориентируют игрока. И кроме того, игрок будет натыкаться на углы, что раздражает. Так уж получилось, что большинство врагов в трехмерных играх катакомб атакуют в ближнем бою. Они идут на сближение, а вы, соответственно, должны вовремя их убить. Но если id Software все же озаботились тем, чтобы атакующий враг стоял на некотором расстоянии от игрока, а не заслонял экран, то большинство схваток в Catacomb Adventures выглядит примерно вот так. Отчасти я наблюдал это и по своей вине. Я проходил все три части на высоком уровне сложности. Ну, я же мужик. Я делал это по привычке. В Вольфе, Думе и Квейке самая мякотка, самый драйв начинались на харде. Но здесь высокая сложность заключалась лишь в том, что противники становились неприлично жирными, и надо было долго поливать их огнем, пока они не сдыхали. Сначала долго и нудно долбишь одного, потом другого, потом третьего и так далее. В результате играть в Catacomb Adventures на харде несложно, но очень скучно. Если вы решитесь попробовать эти игры, а в принципе попробовать стоит, то не повторяйте моей ошибки. Судя по всему, сроки поджимали. В подобных условиях родить кучу классных карт и даже целых эпизодов могла только пицца-пивная машина id Software. Ну а все остальные делали катакомб. Уже скоро карты в Catacomb Armageddon начали напоминать поделки какого-то школьника, который еще даже не делает карты, а просто осваивает редактор. Дизайнеры совершенно забили на разнообразие и просто выполняли норму, набивая игру примитивными, наспех сделанными картами. Одна текстура на всю карту? Легко. Один петляющий коридор кишка с двумя текстурами? Легко. Лишь бы было. И коричневый. Побольше коричневого. Или воткнем везде анимированную текстуру огня и скажем, что это игрок типа попал в ад. Ну да, страдай, пусть у тебя вытекают глаза. И тогда никакая текстура, даже очень красивая, как здесь, не будет радовать глаз, если она будет понатыкана буквально везде. Судя по первым уровням, работа поначалу велась серьез. Разработчики добавляли кое-что новенькое, экспериментировали. Например, муравьи, вылупляющиеся из яиц. Смотрите, как они забавно драгают ножками, когда уже лежат убитые. Или хижина лесника. Надо сказать, довольно странно выглядит. Наверное, поэтому id Software и не делали открытых пространств в Ольфенштейн 3D. Хотя в детстве я часто удивлялся, почему все происходит только в пределах замка. Но моим фаворитом стали монстры деревья в лесу, которые после смерти загорались и обжигали игрока, если он оказывался слишком близко. В общем, катакомб Армагеддон не изменила традиции. И так и не стала полностью плохой. Но, как можно справедливо заметить, если добавить в бочку с дерьмом две ложки мёда, всё равно получится бочка с дерьмом. Поэтому, когда катакомб Армагеддон была пройдена, былого энтузиазма уже не было. В завершающей части трилогии я подходил уже со скептическим настроем. Ах да, у геймдизайнеров 90-х была ещё одна страсть – египетская тематика. Нужна ли она, вписывается ли в общую картину, неважно, обязательно должен быть хоть один египетский уровень. И это очередная неровность серии катакомб Адвенчерс. Здесь, в последней игре, подразумевались путешествия во времени. Почти дайкатана. Но, как и в дайкатана, тоже получилось невнятно. Историческая тематика исчезла как-то сама собой, прочно сменившись будущим. И вот честно, я бы совсем не возражал, если бы игры из трилогии катакомб Адвенчерс отличались между собой только косметически. Это был бы и самый очевидный выход, и самый компромиссный. Например, есть же здесь забавная деталь. На руке персонажа появились персни. Мелочь, но ведь приятно. Увы, даже здесь сиквел и катакомб не смогли сделать что-то либо однозначно плохо, либо однозначно хорошо. Новых декораций появилось совсем немного, и в основном используются старые. Разве что поменялись враги, это да, но их просто пачками втыкали на карту, не пытаясь как-то размешать. Один тип врагов на карте, и всё. Это лишь сильнее укрепляет меня во мнении, что дизайнеры уже стремились не развлечь игрока, а просто швырнуть в издателя хоть чем-нибудь, лишь бы он от них наконец-то отстал. А ещё катакомб Апокалипс очень любила зависать. Серия катакомб и в этот раз не смогла полностью остаться скучной и серой посредственностью. Катакомб Апокалипс немало удивила меня тем, что в ней была реализована система хабов, хотя это громко сказано. Да, имелась одна общая карта, из которой можно было выходить на другие, но это влияло разве что на порядок прохождения уровней, потому что хаб был всего один, и вы неизбежно возвращались на него, добыв все необходимые ключи для последней двери. В общем, как всегда в случае с серией катакомб. Вроде бы неплохо, но не улучшает общей картины, и вроде бы кривовато, но интересно. Опять это пресловутая неоднородность. В общих словах описать впечатление от трилогии катакомб Адвенчерс можно так. Сначала хорошо, потом горькое разочарование, а затем играешь уже только за тем, чтобы доделать обзор. В будущем мы увидим, как Дюк Нюкем 3D будет успешно конкурировать с Квейк за счет великолепного наполнения и смелых идей. Могла ли повториться здесь подобная картина? Могла ли серия катакомб Адвенчерс как минимум поравняться с Вольфенштейн 3D? Ведь все складывалось похоже. Движок отстает технически, но зато есть отличные идеи, которых нету более графонистого собрата. Ну, давайте просто взглянем на разработчиков. Если Square Enix это контора пидрасов, то Gamer's Edge можно с чистой совестью назвать конторой лузеров. Когда Джон Ромеро, Джон Кармак, Том Холл и Адриан Кармак ушли и основали компанию Eid Software, то пусть Gamer's Edge и пришлось набрать новый штат, она все равно оставалась в очень выгодном положении. Gamer's Edge получила права на мощные стактовые тайтлы, типа Dangerous Dave или Catacomb 3D. А еще могла делать сиквелы к ним, потому что по условиям сделки они получали и движки Кармака, и редакторы уровней, которые сделал Ромеро. Ну и как же Gamer's Edge распорядились этим наследием? Два тухлых, неопрятных и заслуженно забытых сиквела Dangerous Dave и три невнятных шутера, потерявшихся во времени. Могли бы Gamer's Edge сделать из Catacomb 3D и нечто способное потягаться с Вольфенштейн 3D? Могли бы, но для этого надо было работать как Ромеро и Кармак. Лучшие кадры отсеялись в Eid Software, а все лузеры остались в Gamer's Edge. Неважно, что некоторые из них в будущем еще поучаствуют в именитых проектах. Они так и не были на ведущих ролях. Разве что Майкл Мейнард станет аж старшим программистом в новых частях Doom. Но как раз по программной части, трилогия Catacomb Adventures не вызывает нареканий. Так что нет. Catacomb Adventures изначально не имела шансов против Альфенштейн 3D. Это id Software, увидев, что изначальный план сделать из Вольфа стелс-экшен не дает плодов и игра становится слишком скучной, волевым решением переделали Вольфа в ураганный шутер. А Gamer's Edge так и штамповали одну скучную карту за другой. Представляю, как издательство SoftDisk кусало локти, когда Ромеро и Кармак ушли из Gamer's Edge, основали id Software и начали зарабатывать себе на Феррари. Казалось бы, серия Catacomb мало чем отличается от тех стареньких, заросших паутиной серий, которые незачем поднимать изобвение, просто потому что ничего примечательного в них нет. Однако все интересующиеся играми от id Software, да и просто старыми шутерами, рано или поздно доходили до серии Catacomb. И вдруг оказывалось, что старые игрушки, еще при жизни отправленные на свалку истории, еще могут чем-то удивить. Я подозреваю, что именно положительные оценки серии Catacomb связаны с тем, что игроки, скорее всего, ожидали увидеть неинтересную, заплесневелую посредственность, но затем обнаруживали там очень много интересных, но, увы, заброшенных идей. Да, вкратце, серию Catacomb можно охарактеризовать так. Черт возьми, а ведь могло быть круто! И это отличает Catacomb от других забытых игр. Игроки видят в ней нереализованный потенциал. По неволе я задумываюсь. А если сейчас выдать тем же разработчикам редактор Wolf 3D Data Compiler и поручить им сделать новые уровни, пусть даже со старыми спрайтами и текстурами, но уже без давления по срокам. Получится ли хорошо? С такими людьми вряд ли. А вот с толковыми дизайнерами вполне могло бы что-нибудь получиться. Вот это и обидно. Это же не какая-нибудь посредственность вроде Super 3D No As Arc, которую никто не хочет вспоминать. У этих игр был потенциал. Но с таким подходом к работе серия Catacomb Adventures стала устаревшей уже в дату выхода. И она не смогла набрать себе фанатов, которые захотели бы возродить классику. Движок Catacomb 3D оказался никому не нужен. Равно как и контора лузеров. Совсем скоро у E-Software появится настоящий компаньон. Компания Raven Software, которая в отличие от лузеров из Gamers Edge, найдет достойное применение движкам старшего товарища. Что же касается эксперимента E-Software с технологией Raycasting, то лучше всех этим наследием распорядилась команда Gem Productions, которая создала на движке Вольфа два шутера. Blackstone Aliens of Gold и Blackstone Planet Strike. Пусть это и все, что успела сделать Gem Productions, но в отличие от конторы лузеров, они сотворили нечто такое, что и ныне нравится игрокам. И не зря. Здесь подтянули визуальную часть, сделали текстуры пола и потолка, сделали мини-карту и добавили много мелких и интересных фишек, вроде автоматов выдачи еды, почти настенные зарядки из Half-Life, и информаторов среди противников. Кстати, если бы эти информаторы еще сопровождали игрока и помогали драться с противником, то это точно был бы самый настоящий ранний Half-Life. Стоит ли говорить, что в отличие от серии Catacomb, игры Blackstone по-прежнему на хорошем счету у тех, кто увлекается старыми шутерами? Blackstone не повезло только в одном. Через пять дней после релиза вышел Doom. Стал бы я рекомендовать серию Catacomb Adventures? Ой, не знаю. Даже после всех этих рассуждений, я так и не могу дать однозначного ответа. Казалось бы, это очередная плесневелая игра, которая никому не была нужна еще в дату релиза. Обычно такие вытаскивают на свет божий, только чтобы сделать обзор. Но, как и многих, меня удивило наличие неожиданных и довольно смелых идей для того времени. Жаль лишь, они не получили достойного воплощения. Но, пожалуй, для этого и нужны обзоры, чтобы не терять время, но посмотреть на что-нибудь любопытное. И, надеюсь, в этом отношении я выполнил свою задачу.